господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного на днях вышел один человек на меня дебовской владимир барнаульский мы были знакомы он бы имел вход в наш дом квартиру и потом начал противоречить и совсем ушел ушел в мир теперь он может по-разному говорю 34 года назад и он вышел я зарядил тогда свои книги они у меня на два файла с 1 по 16 том идут в один файл легко искать одно слово только фамилия зарядила сразу вышло и вот мы уже один ролик составили он называется так считай номер два падение и не тайная встреча только через 34 года открытым оком том 22 все дальше женские голоса приходится нашими озвучивать где я говорил я буду говорить впереди что было там надо смотреть он говорит я отвечаю хорошо в первую очередь ты снова заговорил о любви и страхи разделяешь это говорит о полном незнании священного писания не надо тебе было сейчас плутовать в словах и сразу начинать чем закончил что вокруг библии только будем молиться вот это оказывается главное а все остальное как раз обнаружилось сатана рога и показал тут самое то главное что зачем тебе вокруг то бегать сразу бы сказал я не хочу сидеть за библией не хочу молиться а все остальное это что ты прилепил тут она ни на чем не основана внешне смотришь так у меня еще и штаны в заплатах надо на это еще тебе посмотреть питаемся не на 60 рублей в месяц на 10 до конца уже все добирай сразу корень то вот основой где что нет у тебя любви а есть трескотня любви над менее этим словом любовь любить бога значит любить его вечное слово кто любит меня соблюдет заповеди мои вот для этого то все остальное должно быть уничтожено и останется одна библия отец дмитрий дудкой тебя благословил на чтение мирской пустяшной литературы а я тебя не благословляю потому что я его воспринял в крещении я его крестный он из мира пришел если ты добровольно желаешь значит поступаешь к нему к нему послушание к отцу дмитрию ты должен это заявить снять с меня ответственность потому что на суде божьем я буду отвечать за тебя они они я тебе ставлю рамки еще более ужесточенные вообще ни одной книги кроме библии и златоуста теперь страх будет увеличиваться он говорит а страха то никакого и нет увеличивается и нечему потому и страха у тебя нет потому что багажа никакого нет и она то уж говорит когда страх увеличивается когда когда в пристань входит нагруженный корабль и что он как только от нас отошел через неделю встретили уже на костылях запился где-то там что-то пошел там видимо к женщине подробности даже вспоминать не хочется то есть ушел в мир и вдруг сам на меня вышел конечно борода там щетина одна значит тебе не чего мекину эту беречь когда золото накопишь у себя будет смирение и послушание будешь трудиться над какими-то душами тогда ты узнаешь что это такое ты над собой не трудился еще дня и не над одной душой еще не знаешь этого труда поэтому у тебя никакого страха нет подпрыгивай посмеивайся можешь и гармошку в руки взять очень легкое спасение хочешь найти православное учение она расстолкована святыми отцами вселенскими соборами девятьсот восемьдесят шесть правил карающих человека тебе ни одно не нужно значит все соборы были нет под благодатью по-твоему он явно квартиру поместил она православная но из пятидесятников ксения степановна ее учение вот это благодать мы с ней будем говорить об этом учении о говорении на иных языках и хитро как интересно никогда наличь не противостала сама на все время ни разу а в тебе нашла благодатную почву то есть демон так видимо и сидел в тебе хоть ты отрекался от него библия не привиться не нравится молитва не нравится смотри к чему игнатий призвал а теперь куда это подполье нужно но это ты придумал сам это у нас в этом обвиняют как раз уж мне этого никто в упрек не ставил я всегда зову для свидетельства в поездках и всюду то что рядом ты стоял и неудачно начинал свидетельствовать ты не хочешь чтобы кто-то тебя учил то есть ты сейчас выходишь из повиновений явно ставишь мне ты условия что я должен отца димитрия слушаться хотя в чем неизвестно ничего нет тогда и ты будешь меня слушаться то есть поставил условия отец димитрий лутко в москве понятно какие условия какую дерзость сатанинскую ты набрал сейчас как сын и говоришь о любви у тебя уже разум разбратился и он блудный ты этого не видишь игорь подцепился на игоря зачем то есть не еще тебе больше сказать кто такой игорь это один из философов вокруг отца димитрия ты видел его знаю что такой игорь сколько он мутит там он не дает библию в руки взять а он увидел что-то игорь что-то мне говорил и он теперь его жил первый раз видит то есть человек если он против он везде будет собирать кто против кто так понимает как он обязательно соратника будет искать у отца димитрия за все годы ни разу на столе не появилась евангелие когда я был у него и запрет отца димитрия дудко был мне не приводить места из библии когда я беседую но какое же это послушание то есть не говорить где написано и что почему потому что никто не знает а на этом фоне то у меня это отдельно его записи когда мы сидели как он это говорит и все выставлено в книгах когда не было интернета сам по себе запрет граничит слишком со многим но ведь он дал всего лишь на два месяца мне такое дерзкое перед богом послушание он понимал что дальше будет видно пойдет совсем не то он говорит когда меня горит не слушаются люди а его там они в разброд спорят сидят там разрезанные юбки я вызову игнатия и натравлю его на вас я еще бульдог какой или белинский его бульдогом звали отец димитрий потерпел страшную катастрофу на весь мир в тюрьме отрекся от чего от многого и ученики отошли от него за последние двадцать столетий подобного падения ни у одного священника может быть не было и он говорит как и святые говорят что некоторые провоняли после смерти а он при жизни это он написал провонял у достоевского если это братья карамазов отец димитрий говорит там говорится о мертвом а я как провонял при жизни это его личные слова и брать сейчас пример в его падении как он понимает как он сам о себе говорит нет здесь слишком глубоко и другие еще другое было а сколько мне приходилось говорить что его дело показывает как она действительно выглядел и он при мне сказал когда и от него все отвернулись а я проехал по россию архиерея там встречи были его книги сжигают с таким торжеством он отрекся до этого упивались книгами его то есть они завистники были а я ни одной книги не жёг а наоборот распространял и все привез и сказал ему и матушка не на него вот матушка только действительно чисто душами меня могла так понять первый кто мне разъяснил то что со мной было то есть сама там московская элита и кого только не было там еврейская группа целая и никто так не понял а я ему рассказал почему это допущено а чего на трекся показал грани все я размышлял молился наши люди ездили брали у него новое что написал на дверях которые у него наклейки мы все списывали и распространяли перепечатывали начитывали на ленты я скажу что это я умом достиг в тюрьме потому что и на мне прокатилась теперь у тебя сразу промелькнуло что все что ты говоришь говоришь только от чистого сердца ты свидетельшись о своем сердце а свидетельство твою ложь на небе будет свидетельство о наших сердцах только сектанты говорят говорю о чистого сердца а толкуешь о православии ты в православии еще даже не зашел и только в церковь вошел а православный еще ничего не узнал ты посчитай об отшельниках а свято маккари об антонии златоуз говорит много о них подобных говорит святых не было ни в одном течении ни в одной секте ни в одной церкви изуверы значит то что я вот вам даю изуверство то есть он давай говорит все изуверы но у этого изувера ты находил покой то есть у меня находил кровь а я вот пока у тебя еще не нахожу ничего и не знаю найду или нет дальнейшем то есть у квартиры не было я устраивал его на работу искал то есть чтобы был подобный эквивалент ты должен хотя бы быть таким как я примерно но я-то тебе тебя не назвал изувером представь себе какая у тебя любовь отцу димитрию эти слов я никогда не говорил сколько же в тебе это мерзости есть вылилось сейчас сразу мы я не один там в комнате я тебе все заранее говорю что прощаю и это отсюда вывод что не зря значит по отношению тебя настораживала нечто все время он у меня в дом заходит у меня все время изнутри как отталкивающий а не показываю с надеждой васильной говорю жене почему такое отторжение идет к нему твое любопытство в апрехи благе гулаг где есть где достать а затем смотрит кгб ты провокационно все время лес вызнавал ответили что такой книги у нас нет крадущий подходил со всех сторон выспрашивал у кого есть архипелаг нас кгбисты так не тряси как ты что это за страшное такое любопытство странное тебе ответили что у нас его нет то есть у нас это запретная тема табу и мы этого не касаемся потому что я дал обещание что распространять не буду я на весь на весь советский союз насчитал и распространил пленками когда меня первый раз в эти восьмидесятом году освобождали среди нас нет проходит два дня снова подходишь другой стороны ко мне подходят люди спрашивают что это за человек с тобой ты нас вводил в грех и в соблазн таким поведением дальше странное любопытство которое я пресекал на месте а ты все время выспрашивал о том кто приехал откуда сколько здесь времени будет но вопросы то эти зачем тебе новообращенному тебя страшно эти вопросы интересовали это не христианские вопросы даже тайна когда мы дома разговаривали домашние вопреки вопроса о свадьбе решали как это было он то есть он любопытничал и только один из этих которые около меня были кощетков кажется александр ходил на занятия а потом заболел внезапно и по телефону звонит простите меня игнатий тихонович я у вас тут ходил был ну и что я болею я помираю дышать не могу игру ну и помирай я помолюсь я тебе да нет я не это хотел сказать что меня кгб вызывали и к вам специально подсылали я был специально от них и все что видел я писал и говорил саша а что ты видел говорил расскажи ну что у вас родная сестра живет а какой это секрет что ли она работает на аппаратурном заводе а потом две сестры татьяна и марфа а еще что говорил ну что вы библию изучаете да нет и так знает а еще что но больше ничего не видел ягода помирай спокойно я на тебя ничего не имею вот и вся что запился а теперь его как бы вытаскивает из-за этой пенки да нет конечно у нас от валя барышникова ходит ее сестра они были в подпольной группе у фоменко николая подпольные христиане и его арестовали их всех начали таскать вот умерла у них тут раиса шишкина она пришла в моем доме вернулись по патриархию и видимо она там многое наговорила его там убили в тюрьме по всей вероятности он как сидел на одной встрече показал как его бьют и вот эту сестру его меньшую ее кажется лену завербовали и она все начала рассказывать она молилась где молилась все рассказала они общежития поместили будто бы часы подарили но сердце то при ней осталось теперь она не нужна она мучилась мучилась и там в общежитии отравилась а эта сестра и уходит у нас член нашей общины и что ее кгб на суде божьим будет теперь спасать то вы никому не нужны отбросы это разного пользования один раз и дальше в сторону он звездочки зарабатывает это работа такая у него работа дальше надежда васильна говорит он другой комнате находился я отвечаю несколько раз было нужно было выйти и когда-то именно здесь в этот момент только двери открываем ты опять здесь у дверей стоишь с обратной стороны понимаешь это как звенья единой цепи были я должен был отвечать перед людьми что ты за человек человек которого мы мало знаем на человек пришел и такие странности конечно упорство хохлатское но думаем что будет сломлено в дальнейшем то оказывается с каким трудом ты это все нёс я должен был взять тебя кое-что показать приоткрыться показать мое дружеское отношение к тебе и увидел это на тебя еще ничего не наложили а ты уже застанал инфаркт и миокарды у тебя какие-то появились страшная усталость от общения со мной это говорит о том что ты не думал подвязаться путем христовым христос на распятие идет а ты мыслишь сохраниться без морщины без единой седины ты посмотри на святых как они для себя все усугубляли каждый день павел говорит 1 коринфянам 9 27 но усмиряя порабощая тело моё дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным а в чем это заключалось тогда это смирение то что еще подсекаешь здесь смотри отсеклись это мне ты говоришь это я вне православия то есть у меня стал судить я вне православия а через меня пришел уходит храм и крещение получил я еще раз говорю это та же самая удочка на которой ты попался весь мир очень широк володенька ты нигде ты не услышал столько православии и тебе никогда так не было сказано чтобы привело тебя в церковь и к святому водному крещению бог свидетель перед тобою что весь мир с твоей любовью весь свой такой хороший мир где христиан много тебя к иисусу не привел но вот богу так угодно было чтобы ни один человек тебе не подошел не на вокзале не в поезде никто тебя не принял в дом вот было же богу так угодно что изувер тебя франк масон так взял и принял а то на меня говорил удивительное дело вот как бог делает напрягись прям как начинаю читать боязно смотреть упадешь со стула самими фактами сам своим языком поведением улыбкой облещаешь себя и за стола и ушел это тоже ложь у меня запись сохранилась что отец димитрий мне не дал даже пол слова сказать а мы на часы уже мы на часы уже смотрели в этот день мы уезжали и ты знаешь куда нам нужно было ехать мы едва едва даже успели в машину а он говорит мы соскочили не стали отцу димитрию отвечать то есть все врет и ты сейчас здесь бессовестно это вернул сюда я встал ушел я а я еще вернулся и он трижды меня благословил он сказал я тебя благословил я снова зашел и говорю простите мне сказали что вы имеете что-то на меня отец димитрий говорит ты простился никто ничего не имеет и все радостные такие это ты гнусную ложь излил здесь у меня есть свидетели зачем тебе к этому прибегать представь себе что тебя взяли в поездку там тебя держали в своих домах ты был с неведомыми тебе людьми и такое чувство неблагодарности у тебя откуда это это все дух святой зачем ты приписываешь духу святому то что от сатаны по крайней мере чувство благодарности хотя бы элементарнейшие в тебе должно было быть мы тебя приняли привели провели по родственникам везде ты пил ел тебя кормили я не утаил то тебя ничего это в москве все что ты получил ты до самой смерти не забудешь а вы по другим городам ехали бывает захватим украину молдавию прибалтийские страны до ленинграда как же над тобой после всего этого сатана посмеялся для тебя сегодня рубеж через который ты если перейдешь возвращайся будешь только на четвереньках выходи из моего выходя из моего дома порог переступишь обратно только на коленях владимир дыбовской я хочу слова благодарности вам выразить за то что я узнал от вас то что я пришел из мира к вам это что какую информацию я получил что истину православную понял через вас и столько много информации столько много познал через вас поездки с вами участвовал я обязан вам многим на всю жизнь обязан я выражаю слова благодарности вам именно вы меня смирили козла непутевого можно сказать с гордостью пришедшего к вам вы меня смирили я понял потом через вас очень многое то что вот сейчас я высказал это благодаря вам я понял пришел к этому поэтому я высказываюсь извините меня пожалуйста может где-то действительно не так сказал не учел что может быть действительно другие мотивы были уйти от отца дмитрий у вас я говорю нет это не так сразу остановись не продолжает эту неправду говорить я не ушел его у нас особое отношение два брата только всего об отца дмитрий говорю но и у него люди и он здесь он только постоянно подчеркивает свое священство и ты не можешь становиться на эту доску когда у тебя будет столько людей в разных городах которые по милости божией по благословению архиерея считает меня духовным отцом тогда ты поймешь на какой доске мы с отцом дмитрием мы одновременно с ним испытали то что ты еще не испытал то есть одновременно были в тюрьме я от него не ушел он только сказал ты не уходишь я говорю нет дымовской володя я просто выразил свое мнение возможно она ошибочно игнати не надо возможно скажи ложное володя ну вы сами признаете что послушание полного у вас к отцу дмитрию нет я отвечаю он и не требует такого послушания и быть не может потому что разный подход совсем разная обстановка это его слова и ты же не будешь настаивать на том что у него вот это есть что значит златоуст что значит собор а у нас такого и ралаша не будет у нас библии на столе ты во всех беседах участвовал и хоть раз было чтобы у у нас библия не было на столе все так а посмотри что у них и как соблюдается пришла накрашенная пообедала и ушла при тебе было это я спрашиваю матушке она говорит они приходят только вкусно кашу поесть правильно игнатий говорит я а уж жена-то отца димитрия лучше про то знает я говорю как вы устали она говорит правильно игнатий скажи вот ему на отца димитрия скажи если бы коля если бы коля шевченко не спал то это уже записано было бы а он уснул и магитофон пленка уже крутится там или нет но у меня рядом коля и другие были значит это все видно а рядом сидит миша гордеев миша который все время там бывает и все это видит он говорит какого сброда не бывает только он отца димитрия возил на машине кто что не говорит но только не по писанию не по святым отцам расхляпанность такая это михаил гордеев говорит игоря целовать я говорю ему рожу прелюбодея но не хочу целовать когда образ божий будешь носить не будешь бриться вот что я сказал а ты не хотел целовать а так зачем мне это нужно рожа то совсем не христианская стоит рядом женщина говорю а то жена его нет и вот и наглаживает по спине по грудям что это ну народ же стоит и вот и тут же все уходят рядом тебе это нужно поезжай там много у него невест но у нас этого не будет вот она здесь вышла замуж я берег она приехала с одним женихом была здесь моя сестра ирина родители благословили но он отсюда таки улетел два диплома человек имел я не диплом искал она пусть уйдет в разврат но только не из моего дома нет меня если она придет к богу то здесь я приложу все силы буду стараться я сам человек нечистый с нечистыми мыслями но желаю чтобы было целомудрие везде ему говорю у меня запись есть мы сидим за столом у отца димитрия дудко но это с людьми тоже маленько побеседовал и они дайте слово сказать то он опять говорит где-то и видно опасается наконец говорит я начинаю говорить как раз говорил о страхе божий на любви об этом ну так как я все время с людьми тогда часто я в интернете а тогда воочию во всех городах мы собрания большие проводили не скажешь баптийское собрание там по полтысячи человек больше я вижу как глаза у людей загорелись а отец димитрий меня прерывает я вот хотел сказать пояснить что игнатий хотел сказать а я совсем это и не думал сказать то то есть он начал меня отсекать а в это время мне под столом люди записки подают а они его духовные дети можно с вами встретиться а можно с вами отдельно поговорить то они опять отец димитрий но игнатий не договорил дайте ему сказать то но я как всегда говорил о любви к библии о боге и вдруг тишина наступила я перестал говорить я говорил не более 10 минут за 10 минут у меня раз 15 прервал и он вот так посидел маленько игнатий что вы наделали я столько лет трудился над этими душами а вы вы как ледокол прошли вот так сейчас разделили их людей я уже вижу они один с другим не сходятся люди а я ничего не говорил это записано это у меня в книгах отображено с пленки перепечатано вот какие были отношения и говорить о том что который пришел из мира и мои с отцом димитрием никак во сколько встаешь 440 так от меня послушание вставать не раньше шести то есть 440 я добивался годами чтобы выйти на этот рубеж а он меня толкает назад то но потом поставил это только на два месяца я лежала 440 а сейчас 20 каждое утро лежал глазами моргал и не вставал два месяца пролежал ну я не лежал я молился лежа но рассказал я выдержал выдержал и где на библии говорить он не о библии говорить запрещала чтобы я не говорил где написано а когда просто говоришь не называя место писания тогда люди и не понимают что это из библии конкретно определенная страница глава стих он это понимал володя дубовской говорит вот вы говорите что там у отца димитрия такое общество и перечисляли но ведь господь то среди мытарь и грешника возлежал и пил и ел с ними ведь он пришел так больным они здоровым а ведь если господь с отцом димитрием то он так и поступает по боже он не говорит что мытарь и грешники не ходили все время к Симону который принял его или к Закхею один раз были а это каждое воскресенье годами ходят обедают матушка подтвердила то он еще не понимает почему блудный ум дальше о себе начал рассказывать все проедено вдоль и поперек и по диагонали я говорю дальше не говори а смотри Валя Шитикова он пришел к израильскому народу к верующим и сказал что они дети дьявола вот и все вот ел пил попил поел и дал характеристику кто они такие ваш отец дьявол я говорю что ты ищешь скажи среди этих людей которые не хотят богу посвятить жизнь это игра в христианство не отец димитрий дудко должен у тебя быть ты увидел тебе понравилось могу дать сопроводительное письмо что принял тебя в духовное чадо когда уезжал оттуда Алеша Матюшин у нас крещение принимал приходит отца димитрий и мне записка Игнатий я благоставляю алексею сбрить бороду представь это он был самый популярный священник семь лет отсидел в лагерях благословение а Алеша буквально через неделю уже без бороды был а еще через неделю ушел от жены троих детей бросил все кончилось и снова вернулся на воровское он вор карманник был и снова за ним и товарищи стали искать его пришить и после этого мне пришлось его прятать у себя дома а ко мне врывались такие люди по ночам и все а я его прятал никто его не нашел в комнате 12 квадратов у меня глубокий подпол был там с этажами я знал куда спрятать дальше я говорю отец димитрий все эти развраты придется отвечать ему пишу здесь с двух сторон накопления пошли дальше соединяется с разбойниками Алеша идет Леша грабить народ воровать начал бывший христианин отец димитрий знает это не смех Володя а я говорю он смехается стоит это демон сейчас смеется тебе здесь нужно с великим трепетом а у тебя страха то нет а у меня страх блюдитеся уба написано опасно ходишь как это и так берегите чтобы кто не погиб из вас к евреям 12 15 наблюдайте чтобы кто не лишился благодати божией чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда и чтобы им не осквернились многие Володя Дубовской я смеюсь когда я смотрю на вас вы такой вид имеете прямо такой страшный вид понимаете глаза вас грят каким-то огнем далеким от тепла от любви от всего остального от расположенности то есть он все давился я отвечу скажи от понимания твоего далека добавляйте слова Володя Дубовской а вот у меня боязни нету никакой ну чего бы мне вас бояться так ясно говорю не боишься вот почему и не боишься что у тебя нет страха нет разделения где живое где мертвое где бог где дьявол где мир где церковь у тебя нет разделения поэтому ты не боишься ты хочешь одним глазом на небо смотреть а другим на землю не будет этого не играй в христианство если ты решил спасаться спасайся и блудными колокольчиками не забавляйся ты сейчас стоишь над пропастью а я и не боюсь посмеиваясь ты показываешь сумасшествие свое тебе надо плакать и рыдать что ты так быстро пал у тебя полное падение совершилось и вернуться на прежнее место тебе с чего ты начинал сейчас очень трудно будет потому что ты сейчас хочешь создать религию плоти и всеобщей любви гуру которая там есть у махараджи общая любовь еще тебе надо это открыть последняя осталась ступень то есть почему ну занимался этими делами марка 8.38 ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным того постыдится и сын человеческий когда приедет в славе отца своего со святыми ангелами откровение 18.4 и услышал я иной голос с неба говорящий выйди от нее народ мой чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее это я привел места писания второе к коринфянам 6.17 и потому выйдите из среды их и отделитесь говорит господь и не прикасайтесь к нечистому и я прийму вас лука 13.5 нет говорю вам но если не покаетесь все так же погибнете представь у отца Дмитрия десятки людей это может пол сотни и ни одной ссылки на библию на столе библии нет и вдруг мне дают слово и вот это вот все раз два три четыре я цитирую наизусть называю главы стихи они в библию у кого евангелие если был открыл точно они в шоковом состоянии были и отец Дмитрий увидел что ничего и нету и поэтому не называй места писания не надо называть чтобы люди думали что я свои слова говорю порождение хиднины змеи слепые вожди каким огнем сверкали очи Христа смехом хочешь играть у отца Дмитрия много смеха и тебе это понравилось хохочут как на балагане Володя Добовской ну вы знаете Игнать Тихонович что сатана все знает все умеет он и бодрствует и постится и ночами не спит у него одного любви нет и он не терпит любовь на земле одного самый корень надо найти корень этот он нашел только в другом месте ниже пояса я понял что только любовь должна быть ко всем людям я это понял я этого буду добиваться только этого я отвечаю в таком понятии ты только разбрата добьешься любовь это полное отделение от мира отойти от этого мира возненавидеть все что есть в мире и поспеши всю любовь показать кающимся грешникам всюду возвестить но перед самими свиньями не бросать жемчуг у тебя понятие любви совершенно извращенное так Михаил Бурюков научись сначала ненавидеть а потом будешь любить вот эти два свойства качество человека существует неразрывно если ты не умеешь ненавидеть значит ты не умеешь по-настоящему любить Пимен Великий говорит ум держи в ааде то есть я в любой момент могу туда попасть Игнатий Бричинов говорит что если ты говоришь о любви а страха не испытал это ложь начни сначала ничего еще нету он ничего этого не знает вам там сказали любовь кормят бабу там можно хватать гладить вот это любовь они любят друг друга а ты посмотри чем жизнь закончилась этих людей а я то после этого не раз еще был Валя Шитикова я хотела поделиться своим опытом как только я обратилась к Библии и мне она очень понравилась и я переживала все сильно но чувствовала что она не находит должного отклика в моем сердце что сердце мое не готово принять и томление духа было такое сильное я не находила себе места и покоя и стал об этом молиться просить Бога и плача греха Господь мне давал но страх этот меня не покидал все время был страх что я не готова все люди вокруг меня друзья хотя я и нахожусь между ними но они не знают моего состояния что у меня нет с Богом контакта и все таки между нами еще пропасть и я стал задумываться над этим я однажды сидел на работе когда на работе когда работала на базе у Игнатия то есть это государственное предприятие я сторожем ее туда устроил так когда она уволилась а у нас приезжают люди со всех районов получают оборудование она ночует здесь и когда они ночевали она им считала Библию они все время говорили а где эта женщина была сколько мы от нее узнали она принимает их там постели у них как гостиница маленькая а потом она им свидетельствовала она сейчас живет в Венесейске еще живая и в окно влетело облако такое такое я чувствую и мое сердце хотела вселиться но коснулась только и видимо не нашло отклика в моем сердце и это состояние меня сильно удручило и я испугалась и оно это облако ушло от меня и я стала тогда потасковать как же все таки хорошо когда такая вот благодать в сердце тишина и покой и так приятно думаю значит мне этого не хватает но я поняла что сердце завалено грехом значит в моем сердце Дух Божий поселиться не может и я стала усиленно думать как же добиться чистоты сердца потому что в Евангелии это написано блаженны чистые сердцем ибо они Бога узрят думаю я не увижу Бога если у меня сердце не чистое а как добиться этой чистоты в сердце я не понимала тогда Господь мне дает вот именно испытать этот страх и открывает понемножку меня что я значу и вы говорите что даже забивается в колодец или в погреб да действительно у меня было такое чувство что я хотела куда-то спрятаться в собачью конуру что я не достойна всего этого что я живу и пользуюсь в этом мире что сердце у меня крайне неблагодарно я совсем не умею ценить того что мне Бог дал ни времени ни тех благ а я хуже собаки я даже конуры этой не достойна тогда я поняла что нужно ну поняла поняла что нужно мне все таки как то пробиваться к Богу через эту толщу греховную я думаю теперь я удобный момент буду искать чтобы мне вызвать взывать к Богу и однажды вечером уже никого не было на базе я встала на колени и стала взывать к нему со всей силой что было у меня я кричала к Богу поднималась и снова нападала кричала кричала сколько было в моих силах потом почувствовала некоторое облегчение но этим все таки не кончилось я написала тогда блокноте у себя мир с Богом и взяла слава Иисусу Христу и взяла красный карандаш и перечеркнула точку точка на том еще не поставлена и Господь побуждает меня открыть Библию и обличает меня через пророка что я есть и когда меня Господь простит простит было написано красным то есть кровью и я поняла 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 только ценой крови я могу получить полное прощение от Бога и потом однажды еще дома у меня было такое когда я узнала что у меня ни крещения не было правильного ничего все было ложное все такое непрочное что мне все это нужно пройти снова и через страх этот что страх еще не кончился я чувствовала что сердце мое еще совершенно не очищено и однажды внутри чувствую что я сегодня умру но я стала готовиться прибрала в комнате вынесла мусор но как готовиться я не знала еще православного ничего как читать молитвы на исход души я ведь не понимала тогда еще я слышала что надо читать псалтирь я открыл псалтирь села и читаю где этот вот и ноги до колена у меня тоже уже холодные я ждала час ждала два что дальше пойдет ну почему ждала ждала или ждала ну ладно давай ждала все таки я ждала два что дальше пойдет этот холод наконец душа у меня вылетит я не понимала тогда какой смерти я умру а господь показал значит я читала час два не помню сколько уже псалтир читаю а ничего не понимаю я только слышу ничего не говорю устами не плачу даже слез нету а захолодило все внутри и я только слышу стон души моей как душа стонет это даже высказать невозможно и потом в изнеможении я ложусь на кровать и вижу что вся комната наполнилась гиенским огнем пылает вокруг меня все и такая богоотставленность это невозможно высказать что я совершенно потеряла бога но нет и все горит здесь в комнате я знаю я не знаю я не знаю хитрость вышивает ну да хитрость хорошо я знаю я не знаю ощущала ли муки я тело но уж души это невыразимо страшно остаться без бога я тогда закричала господи довольно и прекратился этот огонь когда я лежу на постели и начинается у меня такое с телом вот как будто все палит меня огнем и начинается температура что ли сильно поподнялась отделяться пот и как будто я лежу уже не в купету а в купели и тоже сильные муки и страдания здесь были и слышу тогда заплакал младенец вот когда рождается ребенок и плачет и я поняла что это родилась моя душа и вот если человек я считаю не перешел эти муки и страдания рождения своего и рассказала про то сестре и она сказала что это наверное зависит от степени твоей вины вины каждого человека пред богом и я думаю что этот огонь должен пройти каждый человек страх и огонь иначе душа будет очень медленно идти и все равно она должна через это пройти это крещение по милости господь мне дал слава христу миша сказал что ненавидеть надо научиться но господь сказал вы слышали что сказано древним любить ближнего своего и ненавидь врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас молитесь за обижающих и гонящих ну а это как совместить то есть вы значит ищите бога все продолжаете искать бога буряков михаил а селаамскую башню куда деть а садом куда девать волоний добовской это древние это ветхий завет то есть у него все сбилось и он просто не может понять о чем речь идет он даже не понимает о чем речь идет искать бога прославлять как говорит 96 псалом 10 стих любящие господа ненавидьте зло кого ненавидеть то к злу речь идет вот они к людям а он лепит ее куда не надо дальше я отвечаю так бог то один Володя ты сейчас понимаешь ты на бога смотри бог потопил мир златоуст говорит а ему имя любовь и те которые отвергают то что бог в любой миг может нас поразить послать венские муки твое это учение хуже сатанинского даже сатана это все признает зачем раньше времени пришел мучить нас а на муки вечно на этот ли не этот ли бог пошел то и что сейчас 175 тысяч пало под стенами Иерусалима не тот же ли бог поразил имя которому любовь это мы можем менять но бог то не меняется на Володе Дубовской вот посмотрите на икону современную какой на ней господь изображен и например в средние века спаса как изображали это сидит мрачный суровый мужчина на иконе вот люди по образу и подобию рисовали Христа а сейчас Христос любящий влюбленный сама любовь воплотила в человека то есть я ему говорю о потопе он 0 внимания он должен объяснить младенцы скот ну это же бог убил и все и сжег Содомито никак и дальше 175 тысяч в одну ночь убил господь под стенами Иерусалима он никак я сказал никакого не имя он должен сначала это ответить разъяснить его понимание потом идти дальше а не просто так за горизонтом скрылось где-то я отвечаю в Англии рисует так Христос в футболке с папироской в руке и в кепке хиппи так изображает он должен быть таким ты сейчас шиши Христа такого что был похож на тебя и на Ксению Степановну однако о Господе сказано что пламены очи его и огненные он этого не знает считаем мы третья книга Езра Откровения и скажет отойдите от меня проклятый в огонь вечный я никогда не знал вас ты послушай проповеди которые дают нам святые отцы Володя Добовской никак не могу сказать что Господь таким изображен вот на этих иконах пожалуйста вот он везде добрым и любящим изображен то есть уровень какой на икону смотрит а писание никак у него Библии считать а зачем их считать то я говорю да нарисовал ты для себя обольстил тебя сатана Бурюков Михаил ты просто недостаточно знаешь древнерусские фрески если ты посмотришь хотя бы памятник двенадцатого века и посмотришь там разные иконы там посмотришь там разные иконы там маленько разделяй ты если ты имеешь ввиду Спаса в силах то он такой должен изображаться как Господь Савов то есть грозящий но ты не забудь что Господь это троица что Бог Отец Бог Сын и Бог Дух Святой Бог Отец это прежде всего Отец наказывающий Бог Сын это полное милосердие так что он может и в разных ипостасях выражаться если ты говоришь что нужно любить друг друга то да любить надо друг друга но в то же время мы знаем что нас Господь постоянно и наказывает если мы Ему не выказываем свое послушание ты по своей жизни же это знаешь я говорю ты вот только скажи Володя ты ищешь любви скажи ты видишь людей которые рядом здесь я тебе много не хочу говорить только то что перед глазами хотя бы ты видел других вот люди то эти с первого дня меня знают подойди сюда это вот моя сестра она с первого дня от меня испытывает только такие вот гневные нарекания не любовь по твоему скажи если бы по другому было или как то где бы она была мать благословила с одним она приехала комсомолец стал говорить у него веры никакой нет и он тогда раскрылся и где то на вертолетах там работает и уехал все то есть у нее и мужа такого бы не было Валя Шитикова здесь была не была не просто здесь была не была ну где была добавляешь то здесь бы не была здесь бы не была ну мне просто хотелось узнать от Володи вот эту не любовь в Игнатии ты увидел когда до крещения или после крещения в какой момент как вот что ты увидел что у него нет любви к людям Володя дыбаской но он об этом сам расскажет то есть ничего не говорит я отвечаю нет это большая разница Володя а к тебе была явлена любовь когда ты уже каялся Володя отвечает здесь между своими братьями и сестрами у него есть любовь но он совмещает закон и любовь Валя Шитикова в какой момент ты увидел до крещения или после крещения он на это не отвечает она снова повторяет ему вот заметь когда мы говорим о чем то ты сначала ответь на то что было сказано а потом уже за горизонт дальше поедем и отвечает до Ксении Степановой или после нее Володя постоянно ну я наблюдал просто я даже не могу это все сразу сообразовать сообраз везде подслушивал смотрел вознавал это он знал я отвечаю ты понимаешь ли какое дело то вот ты только пришел и начинаешь за отцом наблюдать с первого дня и выискивать любовь или не любовь когда написано взирайте на начальника совершителя веры а вот твои действия подыскиваться подсматривать подслушивать это как будто единственная твоя специальность больше этого не будет пока не наступит твое или исправление или ты полностью раскроешь себя Володя Дубовской это непроизвольно у меня это просто непроизвольно даже сижу сбоку могу заметить что то но все время всех так расспрашивал то о чем то я отвечаю почему ты за собой не смотрел что ты не изменился почему ты за это время за собой не смотрел первый месяц только после крещения человек из-за разврата пришел и начинаешь за кем то подсматривать кто тебе этому учил я тебе с первого дня говорил углубляйся в слово божие читай библию посещай церковь и вдруг тебе вот что нужно показать а я не православный поэтому я тебе не подхожу ты обо всем мире не суди по моему отношению я тебе объяснять это не буду одно только скажи тебе была явлена любовь или нет ну естественно я отвечаю та любовь которая была тебе явлена еще где-нибудь тебе была явлена или нет даже за это время такая же то есть в совокупности возьми духовное телесное наставление поучение все или ты от лица каких-то уполномоченных говоришь от лица КГБ или кого-то там я не пойму Володя Дубовских я же вам выразил благодарность я отвечаю нет мне не нужна благодарность сейчас благодарность будет от Бога если она будет только ты сейчас конкретно скажи к тебе лично была явлена любовь или нет то есть он никогда не отвечает на вопрос на каком месте ты надуваешь я хочу увидеть с чего ты берешь с чем щепляешься я как человек должен исследовать себя и отстать от того в отношении тебя я увидел что слишком много было позволено тебе хотя когда ты поселялся туда сейчас скажи я тебя предупреждал кто такая Ксения Степановна какие опасности грозят говорил или нет Володя Дубовской вы напрасно на Ксению Степановну говорите а ты помнишь как Шариков ну вы напрасно когда он начал говорить дело было что у отца Амросия я получил благодать я полюбил этого человека честно говорю и вспомнил что я потерял что он потерял он потерял оказывается не нашел и все это у меня в голове закрутилось Бог это любовь воплотилось в человека и прочее и прочее я потерял любовь она любовь рядом я отвечаю хорошо то есть не отвечает а тогда скажи да отца Амросия твои непрестанные вот эти заботы среди нас всех вы спрашивать архипелаг когда каждый говорил что это запретная тема но ты к ней возвращался это откуда Володя Дубовской я и сейчас бы хотел архипелаг послушать я отвечаю но тебе же сказали что среди нас этого нет ни у кого его нету и разговаривать запрещено Володя Дубовской нет такого не было вы сказали ищите где то но у меня нет все я отвечаю все и тебе все так все так и отвечали Володя Дубовской почему я знал что есть ось он никому не верит он выискивать надо найти я говорю лучше КГБ ищет КГБ искал а не нашел а ты знаешь что есть Володя Дубовской но мне рассказали раз ну почему то есть ему сказали там в органах я отвечаю но тебе же сказали что это запретная тема Володя вы сказали что я этим делом не интересуюсь вы лично я отвечаю почему ты постоянно всегда любопытничаешь откуда кто приехал куда едет когда едет а это откуда разъясни это я тебе дорогой дорогой уговаривал в Москве уговаривал Володя знай свое место не лезь откуда эти люди когда они приедут когда уедут всякими путями разузнавал от меня отходит за стенкой снова начинает спрашивать я сказал что ведешь себя просто неприлично а это откуда объясни Володя это любопытство может быть я отвечаю а знаешь народе говорят любопытство не порог а что Володя ну свинство говорят большое свинство я отвечаю свинство так вот от этого свинства тебе надо было бы отстать снова возвращаясь скажи о любви моей Бог будет судить и сколько я любви имею или нет но я знаю что любовь привлекает людей у меня есть души которые Господь нашел не в другом месте благодарение Богу уже три батюшки из этого дома вышли и священники не на последнем счету даже у архиереев в чем и когда ты увидишь что к тебе не была проявлена любовь этот упрек я должен высушить принять и переправить скажи чем я с тобой не поделился что я сам имею духовного или телесного Володя всем делились и все старались для меня а как же новый человек надо все сделать для него я отвечаю а как же вроде я и обязан однако так не делают Володя обязательно так и должно поступать я отвечаю значит знаешь как должно если ты знаешь как человека привлечь к себе без этого невозможно я отвечаю значит тебе что не подошло то что ограничение во сне в пище это все тебе показалось законным или отношение к миру надо было быть с миром по прежнему в добрых братских отношениях любить гладить или что главное это тебя что смутило Буряков Михаил одну секунду вот ты помнишь один раз мы с тобой отсюда шли как раз мимо железной дороги и беседовали вот я вспоминаю то состояние твое и сравниваю вот с сегодняшним состоянием ну ты помнишь о чем мы с тобой беседовали да? вот интересно чем вызван мог быть такой переворот слом такой в то время вот когда только начиналось еще до крещения это было ты как я понял был углублен прежде всего в себя сам очищался то есть хотел себя как то исправить улучшиться приблизиться к истине и пока ты вот этим делом занимался то есть вот именно над собой работал над своим грехом то и я так понимаю у тебя и дух смирения был дух покорности то есть ты по настоящему шел по тому пути по которому нужно идти а сейчас вот что вот то что я слышу для меня это просто удивительно не потому что это не может произойти с кем то там а потому что именно я вижу я вижу я вижу что такой резкий какой то переход произошел вот чем это вот чем это можно объяснить вот запятой нету Володя ну по смыслу видно же о чем нет запятой нет Володя Добоской тем что я спасался действительно но спасался без любви и не знал что такое Бог то есть я потерял я еще раз говорю потерял любовь к людям я спасался Бога нашел умом своим и историю мне помог Игнатий Тихонович распределить по местам но не было любви у меня все таки пустая душа была через отца в россии я понял коснулось меня что мне то что я потерял потерял вот это вот что это есть любовь Валюков Михаил ну а в тебе как вот проявляется это выражение любви мне кажется в то время ты был более смиренным более мягким более податливым что ли а сейчас вот чувствуется тебе такое непокорство упорство доказать свое настоять на своем прежде всего это же ведь в общем то не христианское качество я отвечаю это получается так внешне вы меня не судите у него заготовка есть на это а вот я любовью исполнился и все что явно что он потерял что ведет себя хамовито это ничего не значит а вот главное что внутри то у него любовь которую так никто и не смог увидеть Валюков Михаил а любовь в чем то должна проявляться во внешнем я говорю в первую очередь даже по отношению даже вот к нам ты же знаешь что сейчас ты ставишь себя вне круга людей с которыми ты есть то есть ты фактически решил полностью со всеми расстаться потому что пока мы здесь находимся у нас мнение по этим вопросам одинаковое ты нашел что-то иное что я представляю и ты представь что мы с тобой на суде где-то и какие же ты будешь давать свидетельские показания что ты там будешь говорить уже сегодня здесь если сейчас у тебя есть придумки то то есть разное разное и Игоря подцепилось а то это все ложь а этого и не было мы расстались по благословению он дал машину благословил до следующего раза то что я противостал в чем то то это естественно что я не рядовой посетитель там который пришел просто а приехал с людьми и он меня тени поминает Игнатия и его содружество я благодарю Бога что знаю отца Дмитрия и как много от него получил но иного отношения у меня не было никогда с ним такое отношение всегда и было и он видит да есть над чем ему задуматься Надежда Васильевна почему Володя даже не остановился не задумался над тем что Валя рассказала она очень важную деталь подчеркнула и надо бы заострить внимание на этом он даже не заикнулся и пошел дальше опять же по своему руслу то есть он не слышит что ему говорят вообще никакого внимания может даже не говорить любовь всего на этом одно слово между прочим это очень настораживает поскольку то что он через отца в россии получил благодать любовь то думаю что это весьма непрочно поскольку он как раз ту школу должного не прошел как вот Валя засвидетельствовала действительно может быть это не с каждым бывает у каждого по разному правильно но через это должен пройти каждый почувствовать вот это побыть в гефсимании или гефсимании пройти этот страх обязательно должен каждый человек и только то есть я хотел считать гефсимании это еще рехнулся что ли что гефсимании а ударение на а дальше я рехнулся давно тихоныш я с рождения рехнулся и только тогда ты мог бы сказать через несколько лет допустим ты бы сказал что исполнился этой любовью этой благодатью можно бы было поверить оно бы проявлено было в твоих делах в твоих действиях и словах и вот эти слова которые ты сейчас говоришь тем более на Игнате это не правомерно и ты бы уже не сказал если бы ты бы уже действительно исполнил любовью и благодатью как должно это поверхностно все Володя пойми что глубины должной нет допустим я вот в беседе с Ксенией Степановной не хочу сказать ничего плохого это замечательный человек во всех отношениях но она как должное православие не знает и чувствуется не читала святых отцов и не берет с них пример она вот только по библии или должна исполниться духом святым то есть она говорить на иных языках надо чтобы научить вернее каждая душа должна исполниться духом святым это и все святовицы пишут об этом но она не желает брать пример святых отцов и быть в такой покорности и послушании иметь такое смирение как учат у нас святые отцы и приближаться к этому она совсем иначе трактует и кстати она всегда против Игнатия настораживает всех буквально но кто как воспринимает это это со всеми буквально есть чтобы люди не были привязаны к человеку не смотрели так на человека может быть и правильно что она прооправляет взор на креста верно но таких слов нельзя человеку говорить что он такой злой и прочее я отвечаю надя у них вся трактовка библии только сектарская теперь отца в росте ты на ходу сейчас подставил и в этом твое привязанное отношение к нему благодать какую ты получил я не поверил ни одной секунды тебе нужно срочно было кого-то найти на себе место подставить потому что как сказать что все не понимают что такое любовь ну а кто тогда понимает то и ты на ходу подставил амуросия у нас есть такие батюшки которым были мы привязаны а сейчас вся епархия и весь союз знает позор на всю европу не меньше идет официально с женами берут развод и блудниц рядом возят с собой поэтому эти то привязанности мы знаем ты на ходу его подставил не то что там понравилось увидел но в одном месте только коснулось а у нас говорит так испытаем вот представь послали и сказали выгребай из туалета руками выгребли а теперь иди лежи ему задницу мы говорим так это же изуверство не должно быть а у нас вот так даже приучает это он рассказывал амуросия ты здесь был слышал это от амуросия как у них учат послушанию вот он говорит испытает сестры стоят я говорю ну-ка ты вот подойди ты блудница страшная а она девственница он ей как она выдержит то есть всякую гадость говорит и она должна это все выдержать дальше Володя Дубовсков да да слышал я говорю ну и как это любовь Володя Дубовской это послушание нарабатывается я говорю а почему я тебе такого ни разу не говорил и не заставлял ничего тебе лизать а только говорю одно люби Библию оставь все книжки дурные но так как в тебе это дух непокорство был ты сразу отца Димитрия и ухватил у них так религия мягкого дивана надо учиться занимать какие-то должности а у нас занимать не приходится ты это в упрек и ставишь а вот он Димитрий благословляет мы сейчас все должны поставить на свое место полностью что я сказал тебе сейчас принимаешь ты это или не принимаешь Володя Дубовской про отца Амбросия скажу что он мне ничего не говорил я просто его полюбил он своим видом всем поведением понравился мне я говорю дай бог это хорошо Володя я почувствовал через него что я потерял раньше к людям любовь что такое бог в сердце главное любовь вернулся через неделю отломили ногу ему увидели даже страшно я говорю когда ты имел и когда потерял скажи Володя а потерял я ее давно уже потому и искал бога то есть потерял до встречи с нами я говорю а когда ты получил это вот через отца Амбросия я говорю а до этого ты принимал крещение ничего не получил Володя понятие бога думал там на себе стяжать да царство божие то внутри нас есть надо любовью исполниться да я говорю а до этого ты не считал что царство божие внутри нас что его нужно стяжать нужно трудиться Володя а как то не замечал то есть сказать уже не может я говорю и не слыхал про это слушал златоуста и не слыхал считал библию не слыхал отец Амбросий приехал и сказал что царство божие внутрь вас написал в семнадцатую главу двадцать первый стих от Луки а до этого не было написано Володя нет сказал он своим видом дал понять это я отвечаю Володя не лукавь сейчас ты ищешь сейчас подставку и самооправдание и эта ложь обнаружится в самое кратчайшее время Володя неужели вы считаете что вы лучше меня знаете что я говорю или я лгу сейчас я отвечаю лжешь и даже не знаешь себя совсем Надежда Васильевна говорит нет ну правильно это может быть вполне это можно согласиться с этим но это я еще раз подчеркиваю что не точно при чем у вас что то здесь похоже в том отношении что Володя говорит по отношению к Игнатию что слишком строг ты и у тебя такие глаза пылают гневом как бы яростью такой такими словами ты выражаешься это и мне неоднократно было но почему тебе спокойно не объяснить тот или иной факт почему тебе спокойно не сделать замечание почему ты именно вооружаешься вот так вот не сдержанно но он свою не сдержанность и раздражительность тоже признает это человеческое и он работает трудиться над этим надо отдать должное но надо еще и подметить с какой любовью он старается к человеку подойти и помочь ему освободиться от такого недостатка который в нем гнездится ведь сердце каждого из нас вот это самолюбие и так болезненно с корнем оно вырывается вернее выходит что вы знаете сколько трудов предлагать приходится чтобы освободиться а он помогает этим самым чтобы освободить совершенно сердце и быть смиренным почему мы и не принимаем это потому что мы слишком самолюбивы непослушны непокорны и несмиренные и отвечает ты не слышала когда дух святого получили через Петра и вот она не сапира падает мертвыми Петр знал что она падет сейчас мертвая знал похоронили мужа и тебя сейчас следом вынесут слова любви как они были сказаны рядом юноши и никто не сопротивляется и страх был на всей церкви считаем деяние 2.43 был же страх на всякой душе деяние 9.31 церкви же по всей иудеи галилеи и самарии были в покое назидаясь и ходя в страхе господнем и при утешении святого духа умножались деяние 19.17 это сделалось известно всем живущим в эфесе иудеям и еленам и напал страх на всех их и величайно было имя господа иисуса да делали так что страх на всех нападал дальше другого слова там не стоит а любви даже понятия как будто нету а в этот как раз в этом страх и любовь Игнатия Берещинов говорит что если кто толкует о любви минуя страх Божий тот лжец и служитель сатаны это сатана желает уничтожить страх на первом месте страх Божий и господь постоянно предупреждает марка 9.44 по 48 где червь их не умирает и огонь не угасает все на этом теперь 3 поставим 50 заканчиваем